Каждый раз, когда ты пересматриваешь знакомую классику, например, 50-х годов прошлого века, как Дольче Вита, возникает тревожное предчувствие. Может быть, фильм уже устарел не только технически, но и морально. Нарушились эти незаметные ранее принимаемые конвенции между автором и зрителем. Бросается в глаза техническое несовершенство, ну как, например, рир-проекции, когда ясно, что то, что происходит там сзади машины, это задник, это экран, это не настоящее дорожное полотно. И поэтому, когда тебе кажется, что классика устарела, попробуйте воспользоваться советом Жижика. Может быть, устарели вы, может быть, вы ушли от классики куда-то в другую сторону и забыли, что кинематограф – это прежде всего иллюзия и обман. И поэтому то, что касается этого технического несовершенства и продолжительности, и, как кажется, слишком затянутых эпизодов – это проблема восприятия вашей спешки, вашего восприятия на бегу, вашего увлечения техническими подробностями, а не самой сутью истории. Так что, когда я заглянул на торрент, чтобы в очередной раз скачать еще лучшую, еще более качественную версию сладкой жизни, ведь по части реставрации тоже постоянно ведется работа. Обнаружил там, в числе прочих, такие отклики. Реальный фильм ни о чем. Бредятина, не для двадцать первого века. Смотрел только из-за ссылки великой красоты. Так последний фильм куда интереснее, а это «Старье» и «Пора в утиль». Другой отзыв. Не ищите в этой попсово-гламурной снобской хренотени то, чего в ней не было и быть не может. Ну, вот такие залетные птицы на эти форумы на рутрекере все-таки любители классики знатоков, по крайней мере людей искушенных. И этот взгляд о современности, конечно, симптоматичен. Уже то, что картину смотрят на фоне из-за аллюзии на великую красоту Паула Соррентина. Хотя, на мой взгляд, превзойти сладкую жизнь невозможно. И это симуляция, симулякры и эти копии великой картины. И это восприятие, которое все-таки отыскивает ревность на какие-то недостатки. Это интересная тема для анализа. Само название Дольче Вита ставит перед зрителем вопросы. Сладкая жизнь. Она когда, чья и где? В каком-то смысле все картины Феллини об этой вековой мечте человечества. Что когда-нибудь, может быть даже в ближайшее время, мы заживем лучшей счастливой другой жизнью. Правда, у нас в России говорят, что не жили хорошей жизни, не стоит и начинать. Но все-таки эта мечта человечества и о потерянном Эдеме, и о том, что можно будет устроить что-то лучшее на земле, чем социальный концлагерь, чем просто общество употребления хотя бы. Эта мечта жила и живет. Те, кто воспринимает картину сквозь призму социальной критики и сатиры на общество употребления 59-го года издания, именно поэтому, кстати говоря, не находят в картине смака. Ну, что ж это за развлечение? Что ж это за оргии? Так вот, те, кто воспринимает картину только как сатиру, упускают из виду обстоятельства, о котором говорит сам Феллини, что название фильма истолковали неправильно. Его восприняли более иронично, чем было задумано. Я имел в виду не столько сладкую жизнь, сколько сладости жизни. Странно, потому что обычно проблема прямо противоположная. Я говорю что-нибудь с ироничным подтекстом, а меня понимают буквально. И после приписывают мне слова, которые я вовсе не намеревался произносить, вечно меня преследуют подобные мои в кавычках афоризмы. Когда меня спрашивают, о чем сладкая жизнь, мне нравится отвечать, что фильм о Риме, об интимном Риме, а не о вечном городе. Действие сладкой жизни могло происходить не только в Риме, а скажем, в Нью-Йорке, Токио, Бангкоке, Содоме или Гаморье, где угодно. Просто Рим, то место, которое я хорошо знаю. Для того, чтобы стать экраном зрительской фантазии, проекцией наших ожиданий, чаяний, того, что когда-нибудь, где-нибудь, хотя бы на экране телевизора или кинотеатра, мы увидим настоящую полную жизнь. Для этого Феллини потребовался особенный актер. И это первая совместная работа Феллини Мастрояни. Вместо Пола Ньюмана, американской звезды, кстати говоря, иронические отсылки к которому вы найдете в самой сладкой жизни, кандидатуре, на которой настаивали продюсеры, Феллини предпочел взять малоизвестного на тот момент итальянского актера Марчелло Мастрояни. И, как заявил ему режиссер при первой встрече, «мне просто потребовалось самое обычное, самое заурядное лицо среднего итальянца». Кстати говоря, самой техникой, Мастрояни, которую ценил Феллини, было именно это. Медленное, вкратчивое погружение в материал, как будто бы блуждающий взгляд, недоумевающий, слегка отчужденный, остраненный. Кстати, Мастрояни говорил, что он часто не читает сценарий Феллини, а только по ходу, на каждый следующий день, в каждой конкретной сцене открывает себе еще часть пазла. И это позволяло его герою на экране быть точно таким же блуждающим огоньком зрительского желания. Что будет дальше, за поворотом этого лоскутного фильма, в котором, как кажется, эпизоды склеены совершенно случайно? Это вопрос. Правда, сразу выдам ремарку про эту как будто бы случайную связь эпизодов. В настоящем монтаже, в режиссерском монтаже Феллини. Никаких случайностей в действительности нет. Если с самого начала вы помните, видите эту картину. Кстати говоря, она действительно случилась в Риме несколькими годами ранее. Иисус летит над Римом, над Ватиканом. А потом, помните, сразу встык сцена с этими индийскими ожившими башками. Вертолет, а потом вертолет рифмуется, кстати говоря, через сцену, через полосно с самолетом, на котором прилетает американская актриса, персонаж Аниты Экберг. И вот вам рифмы. Бог, божок, неважно какой, индийский или ватиканский, в любом случае удачно приватизированный. Мадонна с большой буквы, помните, которую дети ищут. И это, конечно, для них только трюк. Управление вниманием взрослых. Мадонна с маленькой буквы, Мадонна, которую можно выгодно продать. Мадонна эстрадная певичка. Мадонна, которая пребывает на этом самолете и улыбается репортером на трапе. И все это боги, божки, симуляции, симулякры. И все это тоже ожидания зрителя, что у этих небожителей, ну, настоящая реальность, настоящее существование. Потом мы увидим, конечно, эту изнанку. И пощечину, скажем, которую дают той же самой голливудской звезде. И выясняется, что нет, совсем не сахар. Такая же скука. Такое же точно прозябание. Такой же досман. Но если в это не вдумываться, если видеть только летящего бога, сходящего с неба, если представлять себе, как в монтаже аттракционов, что за рифмой следующая рифма, следующий трюк, следующая, как в ресторане, угощение, то тогда все кажется прекрасно, сладко, дольчевито. «Мне кажется», — говорит Феллини в одном из интервью, — «у меня никогда не было ясно осознанного намерения что-либо обличать, критиковать, бичевать, сатирически высмеивать. Я не кипел гневом, злобой, не хотел излить раздражение, не хотел никого обвинять. Виа Винетто никогда её не посещал. Вряд ли когда-нибудь хотя бы один раз я говорил о Виа Винетто с Флайяно. Сцена с аристократами, я её добавил во время съёмок под впечатлением некоторых рассказов Брунелла Ронди, частого посетителя приёмов и празднеств в домах римской знати. Оргия в финале, полагая, что по золине знаток по части оргии, как-то вечером я пригласил его поужинать. Однако Пьер Пауло сразу же сказал, что весьма сожалеет, но о буржуазных оргиях ничего не знает и никогда в них не участвовал. «А ты никого не знаешь, кто в них участвует?» спросил я его. «Нет, он никого не знал. Может, Яко Петти?» Но в те дни он находился в Америке. Я начал снимать эту сцену без какой-либо определённой идеи. Расставлял актёров, не слишком убеждённо подсказывая им скандальные позы. В числе моих ассистентов была одна голландка, красивая девушка, внимательная и возбуждённо следившая за мною, полным надежды взглядом. Она всё ждала, как даже я велю начать вытворять бог знает что, нечто ужасно непристойное. Через два часа я услышал, как она разочарованно пробормотала. Хочет, чтобы занимались свинством, а сам не умеет». В этом разочаровании ассистентки режиссёра и часть зрительской фрустрации современной публики. Этого недоумения, ну что ж таки, не дотягивают ваши оргии до моего стандарта. Вдвойне иронично, что человек, который рассуждает о том, что нет перы Валтасара или то, что происходит в Декамероне или в Сатириконе того же Феллини, ну, конечно, это слабовато. Это должно выглядеть иначе. Это должно быть гораздо более мощным. Самое смешное, что в жизни человека, который так рассуждает, так видит мир, в реальной его жизни не происходило и доли процента от кинематографического зрелища. Но проблема нашего желания, проблема нашей фантазии, ненасытной фантазии, нет таких вещей, которые могли бы всё это удовлетворить. Наше скользящее желание, наше недоумение, наше вложение, наша психологическая инвестиция в фильм требует всё больше и больше. Кстати говоря, пройдёт какое-то время и о великой красоте будут говорить то же самое. Ну что это за танцы? Что это за наслаждение? Кстати, пересмотрите великую красоту, например, ту самую сцену танца, дискотеки, как будто бы танцевальной оргии, и посмотрите на лица, так сказать, отдыхающих, и взрослых, и молодых, и женщин, и мужчин. Обратите внимание на печать утомления на их лицах, на то, что явно это наслаждение им, по крайней мере, в тягость. Прежняя идеология, говорит Жижик, нас всё принуждало, заставляло, мобилизовало. Нынешняя идеология говорит несколько иначе. Наслаждайся, бери от жизни всё, ну, конечно, не идеология военного времени, идеология общества потребления. Однако этот императив, наслаждайся с восклицательным знаком, как в рекламе, хочешь ли не хочешь, обязательно жуй, ешь, пей. Этот, конечно, императив принуждения человеку вбивается буквально в глотку. Поэтому наслаждение через силу, наслаждение, когда уже никаких физических, психологических возможностей нет. Наслаждение в режиме 24 на 7. Наслаждение, как у Бекбедера в 99 франках, в котором ты всегда оказываешься в дураках. Потому что реклама и модели потребления, и инфлюенсеры, и лидеры Инстаграма всегда на много шагов впереди. Как бы ни пыталась провинциальная элочка-людоедочка угнаться за роскошью заграничной миллиардерши, точно так же обновляя почаще свой Инстаграм, фотографируясь, выставляя свет, выставляя задницу. А понятно, что гламур или праздник, он почему-то всегда не на нашей улице. Очень трудно соответствовать даже с твоим собственным стандартом, не говоря уже фейс-контролю на закрытых вечеринках. И поэтому о чем в действительности сладкая жизнь? Об иллюзии других. О том, что у других все гораздо лучше. Помните даже разговор в кружке Штайнера про то, что, ну, наверное, в контексте, что там европейские женщины, вот восточные женщины, это настоящая загадка. Вот Восток, это настоящий мир. Правда, как выдает иронично фразочку одна из слушательниц, он об этом уже 15 лет трендит, так поехал бы на свой Восток. И поэтому точно так же, как иллюзия антропологов, что у диких народов, настоящее чувство реальности, настоящее единение с природой, настоящее ощущение жизни и смерти. Забывай о том, что эти спектакли для антропологов разыгрываются специально за бусы и горячительные напитки, за разные плюшки от белого человека, что это точно такой же спектакль, точно такой же театр. И поэтому иллюзия других распространяется в разных направлениях. Например, в прошлые века была настоящая жизнь. Настоящие дамы, настоящие рыцари. Помните этот конструкт? Бельдам, прекрасной дамы. Не читайте в действительности настоящие тексты средневековья, не пытайтесь найти настоящее свидетельство роскошной жизни аристократов или жертвенной жизни рыцарей или романтического ожидания своих героев со стороны прекрасных дам. Все это обман и спектакль. Так же, как в прошлом, когда были когда-то настоящие женщины. Так же, как в других странах, даже прямо сейчас на Востоке, вроде бы они еще существуют. Или в будущем, когда, наконец, придет этот счастливый золотой век, всегда, что показательно и симптоматично, это где-то в другом месте. Иллюзия других. Иллюзия другого мира. Все герои сладкой жизни заражены ей. Я всегда говорил, настоящая женщина, восточная женщина. В конце концов, где жила Ева? В земном раю. А где был земной рай? На Востоке. Там, действительно. Любовь это... Почему ты женился на мне? Я из Фразиноне? Дорогая, я совершил ошибку. Загадочная восточная женщина, мать, любовница и дочка одновременно доставят тебе радость, свернувшись клубочком у твоих ног, как маленькая влюбленная тигрица. Уже 15 лет он говорит о Востоке. Уехал бы? Вот на вечеринке у Штайнера, тоже, кстати говоря, предмете зависти. Это у друга такая атмосфера. Воображаемого друга. Его, как потом признается Марчелло, несмотря на долгое знакомство, он видел-то всего 3-4 раза. Так вот, только у этого друга настоящий дом, настоящее укрытие, настоящая семья, настоящая прекрасная жена, замечательные книги, любимые дети, общение прекрасное в этих дружеских кругах. Помните, там встречается, например, настоящий мастер слова, в отличие от Марчелло, Ирис. И пока он еще стремится стать писателем, хотя в конце Дольчевита скажет, да никакой я не писатель, дескать, и не надо вовсе. Так вот, пока он еще горит хотя бы немножко этим творческим огоньком, он завидует Ирис. Я хотел бы писать точно так же, и ярко, и сильно. Точно так же он завидует Штайнеру. Правда, тот его предупреждает, помните, что укрытие или этот покой – вещь тоже весьма тревожная. Потом мы поймем, какие черти водились в этом болоте, в этом, как кажется, устаканившемся ритуале семейного счастья, бытового удовольствия. Но до сих пор Марчелло ему завидует. Таких бы детей, такую бы жену, такую бы атмосферу. Обратите внимание, кстати говоря, что когда мы, правда, в других семьях находим воспитанных, начитанных и вежливых детей, мы тоже говорим себе или про себя. Эх, почему такие дети, да не у нас? Почему мы не смогли таких детей воспитать? Твой дом – прекрасное укрытие. Твои дети, жена, книги, необычные друзья. Я теряю время, я уже ни на что не способен. Раньше у меня было чистолюбие, но, наверное, я все простерял. Не думаю, что спасение в затворничестве. Не делай, как я, Марчелло. Я слишком серьезен, чтобы быть дилетантом, но недостаточно серьезен, чтобы стать профессионалом. Поверь мне. Лучше быть бедным и несчастным, чем вести такую жизнь, в которой все организовано, все заранее, заранее спланировано, все гладко. Когда-нибудь, говорит ревнивая Эмма, которая своей удушающей материнской любовью доведет таким Марчелло до срыва, когда-нибудь и у нас будет такой дом. Эдакие дети прекрасные, да вот в чужих семьях. Эдакая замечательная атмосфера, да не нами созданная. Прекрасные любящие родители. Помните монолог Штайнера. О том, как любит он засыпать с этим маленьким чудом своим ребенком. Какое это счастье. Рассуждает в будущем через несколько сцен детоубийца. И на той же вечеринке, помните, когда еще одно выясняется увлечение Штайнера, его записи магнитофонные идут в дело звуки природы. И это тоже наводит на ту же самую ностальгическую волну. Вот как звучит настоящий мир. Вот какое счастье слушать звуки негородского шума. И поэтому реальность, она всегда где-то там. В этом фильме, который как будто бы укутан разными слоями иллюзии, в котором от одного гламура до другого модного показа презентации, забегав шириной бордельера через следующую сцену совсем немножко дистанции, в этом фильме реальность пробивается только моментами. Моментами истины. Иногда, кстати говоря, кажется, что это совсем другая реальность. Помните сцену в ресторанчике, когда грустный клоун играет, а потом уходит с воздушными шариками. Эта реальность другая, катарсическая. Реальность настоящего чувства. Тех самых слез, которые льет ресторанная певичка. И поэтому, когда реальность все-таки пробивается, как моменты истины, может быть, единственный раз, когда Марчелло действительно срывается на Эмму и уезжает, чтобы, разумеется, в классическом семейном садамаза снова вернуться за свои пассии. Но что это за реальность? Вот еще один вопрос. Самая простая интерпретация сладкой жизни, эдекая школярская, учительская, состоит в том, что да, это потерянное поколение, это сытые буржуа, которые бесятся от своей сытости, которым еще больше подавая удовольствие, которые доходят до точки полного невозврата. И это, конечно, финал картины, когда Марчелло в второй раз встречает девушку-ангела, Полин, и помните, она действительно сравнима с ангелом, ее лицо, такое, как сказали бы сейчас, не накачанное, не отгримированное, настоящее подлинное с подлинными чувствами, но находится это лицо вместе с фигурой уже за заводью в отдалении, и герои не слышат друг друга. И кажется уже, что через эту речку настоящий стикс, с другой стороны которого мертвое чудовище, не перейти, не переплыть. Марчелло отрезан от мира. Вот только давайте еще раз помним всех остальных женщин в этом фильме. Например, Мадалену, которая только что рассказывает Марчелло про свои чувства, что хотела бы быть она ему верной, счастливой, любящей, при всем при том, что сейчас же расписывается в своей природе, блудливой, и тут же начинает роман с другим человеком, да и сам Марчелло быстро находит на кого переключиться. Так вот, и это Мадалена, и та женщина, которая рядом с ним, Эмма, помните в разговоре с отцом, а кто там берет трубку у тебя, какая-то женщина, да это просто уборщица. Вот вам истинное отношение героя к своей, так сказать, любви. И та, и другая, и третья, а все это женщины, симуляции фантомы. А все это женщины, как иллюзия других, только на расстоянии. Может быть, и эта девушка, разовью эту кощунственную мысль, прекрасна только тогда, когда она на другом берегу. Только тогда, когда ты ее не приблизил. Только до тех пор, пока ты на ней не женился. Может быть, и она точно такая же заурядная, а ее ангелическая природа еще один уровень спектакля. Так что прорывается ли реальное, или оно окончательно растворяется в этом символическом и воображаемом? Можно ли дотянуться до чего-то настоящего? Если обратиться к Пфайлеру и его книге «Иллюзия других», то в этом и состоит сама суть проблемы. Когда мы думаем, что в прошлом люди по-настоящему верили, совершали по-настоящему мужественные поступки, по-настоящему любили, то же самое эти представители прошлого говорили про предыдущие поколения. А это вот те верили. Вера навсегда через медиума, через священника, например, через инстанцию. Вера — это есть доверие. Это когда ты положился на кого-то другого. И поэтому это вот святые горы двигали только в какие-то было века. Это в прежние моменты, может быть, даже первобытной жизни человек был по-настоящему не разделен с природой. А затем? А затем раскол. А затем символический щит. А затем символическая реальность, которая все перекодирует в знаки. И выбраться из поля этих знаков, как кажется, невозможно. Так что ключевой вопрос не только в отношении сладкой жизни. А была ли когда-то эта нулевая точка? Единство человека и человека. Человека и мира. Человека и каких-то настоящих вещей, которые ему жизненно необходимы. Или каждое настоящее поколение рассказывает о предыдущем поколении, что вот оно-то обладало этими счастливыми дарами. Поэтому, возвращаясь к финалу сладкой жизни, возможно, что это еще обманка внутри самого текста. И эта девушка-ангел для иллюзии зрителя это еще одна уловка театра общественной симуляции. Ничего не слышно? Марчелло, пошли? Иду. В одном из самых лучших эпизодов картины, по крайней мере, по части метафорического содержания и философского отзвука, в эпизоде, где Марчелло беседует с Мадаленой в замке через своеобразный каменный телефон. Это акустический эффект. Когда люди слышат друг друга, как будто бы они были рядом, но находятся в разных залах. Как будто бы Хайдегеровская иллюстрация. Парадокса близости и дали. Человек рядом с тобой, тактильно, или прямо в твоей постели. Вот только никакой настоящей близости между вами нет. Как с Эммой, как со всеми другими женщинами, в объятиях которых оказывается Марчелло. Как каждая следующая женщина, которая встретится ему на его пути, и которая кажется ему настоящей, включая, еще раз скажу кощунственно, девушку-ангела Полин. И поэтому то, что представляет собой парадокс близости дали, это сущность всего фильма. Вещи, которые кажутся бесконечно далеки в истории, иллюзия других, кажутся нам настоящими. Вещи, которые находятся на расстоянии протянутой руки, настоящего доверия, настоящей симпатии, человек, который находится прямо рядом с тобой, не вызывает. И все таким образом ускользает, и все расслаивается, и все из рук, как будто бы песок или вода через пальцы исчезает. И в этом главная проблема героя Мастрояне. Не в том, что он идет от какой-то реальной к жизни, к этой сладкой, буржуазной, осуждаемой, порицаемой, предаваемой, церковной анафеме, как и сам фильм Феллини, а в том, что никакой реальности, скорее всего, не было и нет. В какую сторону он не побрел бы, в какое путешествие не отправился, какой бы женщине еще не признался в любви. Все это одинаково обречено. И совсем не важно, что это продавшийся, в общем-то, журналист, не состоявшийся писатель. Скорее всего, и это более грустная тема, это трудность каждого взрослого человека. Когда ты тоже, ностальгически оценивая свою жизнь, понимаешь, что это вот те друзья закадычные, школьные, например, или вузовские, да, были друзья, а нынешние приятели. Это первая любовь была такой полной, такой захлестывающей тебя. Ну, а ныне, пожалуй, это, в общем, взаимотерпение. Итак, дальше со всеми подробностями. Только если вы признаетесь себе, отмотаете пленку, то тогда выяснится, что первая любовь была самая глупая и случайная, что дружба была, пожалуй, тоже не шибко-то притязательная, и многие другие вещи, которые возникают теперь в таком романтическом флёре, это тоже обман, иллюзия других. Ты это всё, Сильвия. Ты знаешь, что ты? Ты это всё. 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 Ты первая женщина первого дня творения. Ты мать, сестра, любовница, подруга, ангел, дьявол, земля, дом. А, так вот кто ты. Ты дом, Сильвия. Находя себя таким образом в самом центре симуляции, сталкиваясь постоянно с фантомами, Марчелло понимает, что реальное недостижимо. Вокруг только отражение, только бодрияровские симулякры. Вот та, помните, Сильвия, американская актриса. Женщина, девочка, мать, эдакая палеолитическая Венера и современная модница, непосредственная, глупая, красивая и пошлая одновременно все это слои. Что она есть такое, мы в этом фильме не узнаем. Может быть, она есть всего-навсего, как признается в самом начале, а первому впечатлению принято доверять. Может быть, она есть всего-навсего кукла. И точно такие же симуляции, все другие вещи и ситуации, в которых оказывается Марчелло. Симуляция, например, молодого задора со стороны его отца. Пока того не настиг сердечный приступ. Невозможно изображать молодость, как бы ты ни старался, как бы ты ни омолажался и не вкалывал себе ботокс. Симуляция, наоборот, взрослости и ответственности со стороны инфантильных людей, которые в действительности все время себя ведут в этом фильме как дети. Все эти аристократы целыми выводками, живущие в фамильных замках, но точно такие же наивные и глуповатые. Симуляция, помните, со стороны совсем маленьких детей, изображающих появление Мадонны и подхихикивающих друг к другу и увлекающих за собой этот хоровод глупых взрослых. Стало быть, симуляция веры, симуляция любви, симуляция семейной матрицы, вместе с этой самой Эммой, про которую отцу Марчелло говорит, что «Аня, обращай внимание, эта уборщица, видимо, берет телефон». Симуляция семейного счастья, как у Штайнера, симуляция творчества, возможно, какой-то ирис, которая, когда что-нибудь последнее написала, вопрос, что называется в лоб. И во всем этом бесконечном хороводе симуляции, во всем этом театре взаимного обмана и представления, где она реальность. Может быть, переоценивая еще раз финал фильма, именно в тот момент, когда нам кажется, что Марчелло сломался, что он окончательно продался, поставил на себе крест, никакой я не писатель. Может быть, в действительности в этом хайдекеровском понимании досман, то есть того предельного уровня скуки и отчаяния и отчуждения от самого себя, в котором ты в точке кризиса себя таки ловишь, в этом чеховском отчаянии, в понимании того тупика, в котором ты оказался, а непонимание, согласитесь, гораздо хуже. Может быть, именно в этом моменте, когда нам кажется, что Марчелло сломался не сети нового героя и находится тот самый момент истины всего фильма и зрительского, кстати говоря, отчаяния, и зрительского непонимания этого сюжета, и зрительской фрустрации не та оргия, не тот уровень роскоши, к которому он теперь сегодня по новым образцам приучен, и поэтому то, что ты что-то ищешь и остаешься разочарованным, вот это реальность. Ну а главная симуляция в этом магазине показной роскоши престижного потребления это симуляция праздника. Помните, как в «Колине красной» желание устроить бордельера, забег в ширину, и невозможность ничего получить, ничего выжить, даже при наличии достаточных средств. И вопрос, который задает герой Шукшина, а есть ли он вообще в жизни, этот праздник? Так вот, есть ли праздник, или, как сказал бы Бекбедер, гламур это праздник всегда с другими, это праздник на соседней улице, можно ли по-настоящему оторваться, или, как в этой жалкой имитации оргии, неудовлетворенной которой осталась и ассистентка, и зрители, и, возможно, сам Феллини, и даже Пьер Пауло Пазолини, казалось бы, знаток по части буржуазных оргий, или в этом в действительности вечная проблема смотрящего. Ты хотел бы чего-то другого. Твоя фантазия, твое желание, твоя человеческая нереализованность предполагает, что по-настоящему нужно жить как-то не так, и терять эту жизнь как-то не так. И вот тогда самым важным, самым реальным жестом Марчелло и, кстати говоря, гостье Нади, в честь которой устроена вся эта вечеринка, оказывается, говоря очень современным языком, жест обнуления. Она празднует свое расставание с мужем, то, что другие женщины обычно переживают, но для нее это обнуление, обнуление семьи, мужа, отношений, обнуление, возможно, как сегодня было бы ипотеки и прочих хозяйственных привязанностей, это настоящий праздник. Так что праздник он не на сцене, праздник ни декораций, ни кулинарный забег в ширину. Вспомните, кстати говоря, большую жратву Марка Феррери, к чему привел этот кулинарный праздник. Праздник не создают вам тоже другие, кстати говоря, люди-аниматоры по специальному прайсу, даже с самыми высокими ценниками. Не находится спасение на этих трех путях спасения, которые обозначила Ирис, помните, курение, выпивка, постель. Не находится оно в замке аристократа, не находится оно в нижнем мире, помните, здесь еще диалектика отношения между людьми верха и людьми низа, между теми, кто живет в этих дворцах и замках, и теми, кто живет в спальных кварталах. И как экзотическое путешествие, и как ночевка, как туроператорское предложение еще одного интересного жанра, это предложение проститутки оказывается тоже любопытным. Ну и там нет праздника, и там нет счастья, и там нет удовлетворения. Так что тост Нади за отмену всего, за отмену мужа, бракосочетания, социальных отношений, за отмену самого ожидания этого нового порядка, нового времени, нового счастья, это горькое признание человека самому себе в степени сломанности его бытия, в степени оторванности его от собственного желания, от собственного фантазирования. в этом настоящая проблема. Вот, кстати говоря, в чем состоит, еще раз обратимся к зрителю, этот трюк, который совершает кино. Вы видите на экране жизнь других, прекрасную или не очень, соблазнительную или отвратительную, как какой-нибудь чернухи. Вы этой жизни живете, вы полагаете, что вы ее знаете, вы хотели бы, как в сладкой жизни, например, и сами окунуться примерно в такую же атмосферу, или как минимум великой красоте. И это самая главная проблема. А собственными желаниями, собственными нережиссерскими фантазиями вы жить не пробовали? А вы можете себя отодрать от этого стандарта роскошной жизни. И стандарта умной мысли, и стандарта романтического чувства, и стандарта дарить друг другу подарки на день Святого Валентина от всего того, что навязали вам другие. Или вы в этой иллюзии других окончательно утонули. Послушай, ты когда-то был писателем, или я ошибаюсь? Заявляю открыто, что я никакой не писатель, не журналист, я работаю рекламным агентом и очень этим доволен. Итак, реальная и воображаемая фантазия и, так сказать, настоящий мир. В кинематографе точно так сказать, точно в кавычках. И проблема героя, проблема зрителя, как в этом сориентироваться, что настоящее, что стоит человеческих усилий человеческой жизни, что иллюзия других, навязанная нам, как, собственно говоря, и родился замысел сладкой жизни, модными журналами, глянцем, гламуром и гламурным дискурсом, которым занимается герой Марчелло. И проблема зрительских ожиданий. Нет, ваш фильм уже не торкает, не дает те самые стандарты, что современные картины, современные журналы. Но это лишь претензия одной фантазии на другую фантазию. Не вашей собственной, а нового образца фантазии, которую рекламируют новые журналы, которые крутят новые картины. И поэтому, если вы не можете решиться на такой жест обнуления, обесценивания, отмены всего, если вы не дошли до такой точки невозврата и кипения, и горького самоанализа, как герой морчала, ну тогда фильм «Сладкая жизнь» вы точно не поняли. Это не о том, как плохо ведут себя представители выродившихся классов и аристократии, которым пора бы, как этим элиткам, подыскать смену. Это не о том, как заведущие низшие классы своего спального квартала смотрят, открыв рты и широко распахнув глаза на эти формы роскошной жизни и на оргии, которые у них никогда не случатся. Это вообще картина совершенно об ином, как всегда с кинематографом случается, о том, что происходит непосредственно с тобой, когда ты видишь эту картину. О той безуспешной охоте на реальное в кавычках, которое ведет публика, когда смотрит на экран или разворот гламурного журнала. Помните, кстати говоря, эту сцену охота на реальности самая жесткая сцена в действительности в этой картине, когда журналисты и папараццо, имя ставшее нарицательным, охотятся на женщину, еще не знающую, что муж убил себя и двоих детей. И когда они выжимают, как в этих телешоу, реальти-шоу, хоть какую-то реальность человеческого чувства. И когда чужое горе, чужая травма, чужая смерть, о истинное наслаждение для телезрителя. И такое же в действительности подлинное, запретное, постыдное удовольствие, пометуя название одной книги, случается со зрителем, когда он смотрит на эти цветные или черно-белые картинки, когда проецирует на эти картинки новые или старые стандарты своей фантазии, но с собственной реальностью никак не сталкивается. И, кстати, помните, еще один сюжет, здесь есть мнимое самоубийство, это Эмма, которая принимает таблетки, чтобы лишний раз привлечь внимание Марчелла, и настоящее самоубийство, которое совершает Штайнер. И, как сказал бы Камю, есть философское самоубийство, когда герой говорит про себя, да все, никакой я больше уже не писатель, хватит об этом, об этих творческих закидонах. Так вот, самоубийство, главная проблема философии по Камю, философское самоубийство зрителя, которое не в состоянии самостоятельно формулировать вопросы и самостоятельно прочитывать картины, это исследовательская проблема, смотрящего сладкую жизнь. Поэтому забудем про все грехи, про эти черно-белые тени давно умерших людей, про то, что нынешняя сладкая жизнь, ну, конечно, по всем параметрам превосходит тамошнюю иллюзию других. Посмотрите на самого себя через призму сладкой жизни, оцените собственное бытие, дозайн или досман, твои желания, твои фантазии, близкий тебе человек или иллюзия других, как туманом окутывает твое бытие. Вот вопрос для самооценки, как и для героя Марчелла Мастрояния. Ну и напоследок, прощаясь и рассуждая о том, что мы будем смотреть на будущей неделе, зайдите по ставшей уже традиции в рубрику «Сообщество», посмотрите список из четырех картин, будем теперь смотреть немцев и выберите одну, для которой я запишу следующий комментарий. Спасибо за внимание.